Наш мир Азот, азот-белок, азот-белок, в нем жизненная сила Азот-замок, азот-замок, природа так решила Давай посмотрим, что у тебя тут за порох Так, порошок Фиксация азота Да, парень Это ты замахнулся Проблема-то больно крепенькая Азот важный компонент белка Однако растения не способны усваивать его из воздуха Атмосферный азот инертирует Азот для растений мы вынуждены добывать промышленным путем Азот-белок, азот-белок, и жизненная сила Азот-замок, азот-замок, природа так решила Ежегодно в мире на производство азотных удобрений Расходуется треть всех энергетических затрат в сельском хозяйстве Но другого способа кормить растения у нас пока нет Растения успевают использовать лишь половину азотных удобрений Остальные вымываются из почвы, разлагаются, отравляют окружающую среду И вы так спокойно ждете? А что прикажете делать? Бегать по кабинетам рецензентов и клянчить? Или скакать, припрыгивать, кричать? Я гений! Я совершал революцию в науке Понимаете, ну как бы это вам сказать в двух словах Азот Азот и азот Вот он, кругом, бери его Мы его и берем Огородим комбинаты, вырываем его у природы С мясом А его можно брать легко и просто, как все живое Ну не я один об этом думаю, 20 век заставляет Да-да-да-да-да Это ведь проблема, она неординарная Она модная сейчас, вот буквально модная Она, ну естественно, посмотрите, 70% азота в воздухе А тут вдруг находятся микробы, которые... Этот азот, совершенно инертный газ, переводит усвояемое растениями вещество, на основе которого, опять же, потом получается белоктан. Так всё получается наоборот, зря тратит энергию наше светило, ведь геном фиксирующим азот, ведь геном фиксирующим азот. Природа бактерий одних наделила. Это что, ваша песня? Да, это была до симбиозии. А, так это же основная идея нашего фильма. Пожалуйста, я вам её дарю. И так всё началось с Бобова. Собрал когда-то старый бог семью у отчага, и так сказал им, если жизнь вам ваша дорога, Забыть борьбу, вражду и только так решить вопрос, пусть из противоречий возникает симбиоз. И все из семейства бобовых растений Кивали стручками и вторили в такт. Конечно, из всех нам доступных и мудрых решений Здесь самое мудрое, верное, это контакт. Контакт — это трудно, контакт, нет рецептов готовых. Наш вклад — это солнце, а вашим пусть будет азот. И чудо, смотрите, корнях у семейства бобовых Прекрасная семья клубеньковых бактерий живёт. Субтитры создавал DimaTorzok Группа у нас небольшая Вот это Хмельницкий Миша, наш основной генетик Далее начинающий генетик, энтузиаст своего дела и будущий генный инженер Чатуев Баграм Вот здесь Сергей Марунов, будущее светило биохимии И ещё один генетик Таня Ивашина, которая... Хватит, Флорин. Это наш руководитель Кирилл Злотников. На данном этапе мы ставку делаем на клубеньковые бактерии. Вот они, собственно, на чашках. Обычные бактерии. Вот два растения. Одно растение не заражённое, погибающее. Вот здоровое растение, заражённое бактериями. И здесь мы видим клубеньки. В них десятки миллионов бактерий. И они работают только для того, чтобы фиксировать азот и снабжать им растения. И главное, что всё это за счёт энергии Солнца. Наша задача значительно повысить азотфиксирующую способность клубеньковых бактерий. Это очень увлекательная задача. И, в принципе, она решаема методами современной биологии. В частности, методами генной инженерии. В общем, надо только работать. Нет, проблема действительно очень интересная, увлекательная. Но мы ещё очень мало знаем о клубеньковых бактериях. Ими занимались физиологи, микробиологи. А для нас, генетиков, это совершенно новый объект. И все тонкости, и все особенности объекта мы сейчас начали изучать. И подчас это очень кропотливая и не такая интересная работа, как вы себе представляете. Но она необходимая, прежде чем перейти ко всякого рода геноинженерным манипуляциям. А хочется? Очень. Да что там разговаривать? На самом деле надо резать, резать и сшивать. И всё будет хорошо. Видите, все мы очень разные. Но объединяет нас идея фикс, фиксация азота. Фикс, фикс, фикс. Фиксировать азот. Всех у нас идея фикс. Фиксировать азот. Пусть не верят маловеры дел генных инженеров. Фикс, фикс, фикс. Фиксировать азот. Точные и острые наши инструменты. Имми гены малые, как кадры киноленты. Склеим и смонтируем в суперген большущий, В бактериях живущий, нам азот дающий. Только рвутся наши гены. Ну, конечно, не так уж всё и трагично. Кое-что мы уже и знаем, и сделали. Например, вот картинки плазмид наших бактерий. Вот одна бактерия без плазмиды, с азотфиксирующими генами. Другая бактерия с двойным набором азотфиксирующих генов. Ну, в общем-то, начало уже есть. Так что только продолжать нужно. Ну, конечно, если повезёт. Я считаю, что азотфиксация – это как частность. Как частность, которая вливается в общие проблемы, которые стоят перед биологией. Вообще, сейчас возникают и ген-инженеры, и биотехнологии, и так далее. Но ещё переоценка этой ценности, что при помощи биологии, которая считалась пиво варит и хорошо, можно сделать что-то такое вот основное, такое же, как выход в космос человека, такое же, как, предположим, термоядерные реакции, и так далее. Этого ещё, по-моему, тут как-то вот недопонимание существует. То есть, инновационное мышление? Да, да. Вы извините, как-то вам мне неловко говорить. Фиксация азота открывает, по-моему, мой друг. Всё, что вы скажете, давно известно. Всему своё время. Но вот у меня нет времени. У работы моей. Сейчас на планете производится 50 миллионов тонн азотных удобрений. К концу века, по данным ЮНЕСКО, эта цифра обещает удвоиться. Во всём мире ведутся поиски дешёвого и безвредного способа снабжать растения азотом. Азот-белок, азот-белок, но нет решений новых. Азот-замок, азот-замок, ключ только у бабок. Море летит через моря, и океаны весть. Кажется, ещё один контакт подобный есть. Говорят, в Бразилии какой-то мудрый злак. С бактерией азосперилой сблизился на шаг. К бактерии азосперилей сделал первый шаг. Самый главный, самый трудный шаг. С того момента, как в Бразилии был обнаружен факт контакта между злаковыми растениями и азосперилами, открылся новый, мне кажется, весьма перспективный путь для решения этой проблемы. Я имею в виду возможность перевести злаковые растения на самообеспечение по азоту. Тем более, что в нашей стране также обнаружены в почвах и на корнях растений азотофиксирующие спирилы. В нашей лаборатории этим вопросом занимаются сотрудники Татьяна Игоревна Ваканчикова и Владимир Золоматович Погосов. А это мастериан Александр Николаевич, заведующий нашей лабораторией. Конечно, природа сделала только первый шаг. Впереди очень длинный путь. Мы хотим получать такие штаммы бактерий, чтобы растения и микроорганизмы научились говорить на общем языке, и чтобы их взаимопонимание переросло в настоящую взаимопомощь. Мы считаем, что создание такого штамма идеального, это наша задача основная, она может быть решена только методами генной инженерии. Легко сказать, но трудно сделать. Вообще объект, конечно, очень сложный. В генетическом отношении совершенно не изученный. Сплошное белое пятно, можно сказать. Но мы уже прошли первый, может быть, самый мучительный этап нашей работы и, в общем, пришли к выводу, что работать с этим объектом можно. Растения, солнце, бактерии, звери и люди. Весь смысл контакта, вся суть заключается в том, в простом и доступном для всех нас единственном чуде, когда мы на помощь, на встречу друг другу идем. Мне нужно поговорить с тобой. Говорить? Я был у Панкова. Если учесть занятость членкора... Лёш, меня их больше не интересует. Членкоры, ленкоры, каленкоры... Слушай, ты, брось разыгрывать идиота. Ну почему идиоты, Лёш? Меня нет, я уехал. Пусть в 17-12. Вот билетик. Какой вагон, говоришь? Не понял. Я был у Панкова. Он сказал дословно следующее. Поддержать это дело для меня вопрос в чести. Он придет на ученый совет. Лёш, а как же быть? Знаешь, завтра драться за тебя будем. Есть грань, где сливаются вместе все мысли и чувства. Проблема одна, и один всех волнует вопрос. Симбиоз. Когда-нибудь встретятся вместе наука, искусство. Когда же возникнет у них, наконец, симбиоз? Мы не можем ждать милости от природы, как говорил один естественный испытатель. Конечно, конечно. Хорошо. А вот этот один большой ген посмотреть можно? Потрогать и посмотреть. Увидеть. Увидеть можно. А вот они. Да, это, в принципе. В принципе, это картинка. Это, как я понимаю, как сказать. Тромасон. Понятно. Ну, я... Ну, я... Дезокси-рибонуклировая кислота. Её можно сравнить очень образно с магнитофонной лентой, на которой сошифрована вся наследственная информация. Ага. Ну, если можно представить в виде ленты, то очень легко представить, что можно эту ленту кроить, перешивать, переделывать. Монтировать? Да, монтировать. В принципе, мы знаем, что вот инструменты есть. Вы приходите к генному инженеру, допустим, и говорите, вот ген, а вот его регуляция. И вот надо одну из этих функций усилить. Ну да, мне нужно, скажем, вот этот признак, этот признак и этот признак. Да, да. Тысячу раз. Если вы ему расскажете... Мне нужно, чтобы ноги были длиннее. Да, да. И не кривые. Вот. Всё, что хотите. Если вы ему скажете, что вот регуляция вот такая... Мне нужно, чтобы вес был в соответствии с ростом, да? Да, и мясо было. И чтобы, так сказать, как это, тип лица был бы... Красивый. Нордический. Надо ограничивать веру вашего воздействия. Да, да. Ну, чтобы это не было так механически, как вот в вашем примере. Нужно знать, что вырезать, куда вставлять. И зачем. И зачем, и зачем, и чтобы в конце концов система работала так же гармонично. Как и кровать, и тем более вот наши конкретные бактерии, если мы что-то у них усилим, что-то переделаем, то они должны работать в почве, жить в почве, не просто абстрактно в пробирке, в лабораториях. И здесь нужно очень-очень много исследований. Ну, а если все-таки посмотреть в обозримое будущее, проблема этой фиксации азота будет решена в принципе? Как вы думаете? Не зря ли мы ломали копья, мы актеры? Мы можем говорить о нашей вере, о нашем энтузиазме. Я думаю, что мы пускай останемся такими же энтузиазными, как и есть, и будем заниматься дальше. А более точно на этот вопрос, я думаю, ответит вам академик Баев, который, собственно, и поставил эту проблему как первоочередную для генной инженерии. Ну, я не знаю, насколько обрадует и воодушевят вас мои ответы. В науке ничего сразу не делается. Наша фантазия и наше желание реализовать что-то такое заманчивое, они торопят нас. Но наука движется всегда медленно. И если говорить об усвоении азота атмосферного, то здесь пока мы можем сделать сравнительно немного. Это создать высокопроизводительные виды микроорганизмов, которые существуют в симбиозе с бобовыми. Затем в недалеком будущем, вероятно, мы сможем уже создать новые микроорганизмы. Они будут обитать на корнях пшеницы, ржи и других зерновых культур и фиксировать атмосферный азот. Ну и, наконец, вот это уже фантазия. Но фантазия не беспочвенная, тем не менее. Это создание растений, которые бы сами фиксировали азот. Вот это дело будущего. И все-таки главная встреча с землей у людей. Впереди. 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 Впереди.